Последнее, что нам нужно сделать, это собрать все ранее созданные объекты в один финальный проект. И это означает, что на самом деле надо просто взять все эти модели и расставить их по своим местам. Итак, начинаем здесь, в файле 0603.start, где открываю Outliner и начинаю перемещать объекты. Ряд объектов собран в группы, так что начну с книжного шкафа. Надо просто сдвинуть его назад. А используя несколько камер, можно быстро и точно поставить на место. Вот так, вплотную к задней стене будет идеально. Можно переключиться в режим Wireframe, чтобы было проще это делать. Далее выбираю кресло и, удерживая X для привязки к сетке, помещаю его непосредственно на пол. А далее позиционирую таким образом. Мы используем это изображение в файлах упражнений, просто как основу компоновки. Но на самом деле будем совершенно свободны в том, как наш проект будет выглядеть в итоге. Поверну кресло таким образом и перейду на вид сверху для уточнения его положения. Будем постоянно менять ракурсы взгляда, чтобы получить точно то, что хотим. Так будет хорошо. Затем возвращаюсь в перспективный вид, выбираю приставной столик и начинаю манипулировать им, пока не нахожу именно то положение, которое ищу в окончательной компоновке. Это на самом деле самая увлекательная часть проекта, где действительно можете увидеть, как все это собирается и смотрится вместе. Итак, просто сдвигаю его сюда. Нажимаю клавишу 5, чтобы посмотреть на сцену в затененном режиме. Теперь беру вазу и помещаю на столик. И снова вид спереди. Нажимаю клавишу 4 для переключения в каркасный режим отображения, чтобы точно поставить ее на место. Теперь, когда знаю, что по высоте ваза выставлена правильно, могу просто сдвинуть ее назад в нужное место на столике. Захватываю раму картины, перемещаю на эту стену и буду быстро поворачивать ее на отрицательные 90 градусов, чтобы выровнять по плоскости стены. Иду на вид спереди, нажимаю клавишу 4 и точно помещаю раму на место. Однако, как правило, такие рамы картин подвешиваются с относом от стены. Поэтому, вместо того, чтобы помещать ее вплотную к стене, делаю то, что делает наш проект интересней за счет небольших нюансов. Просто немного наклоняю верхний край рамы вперед, так что теперь будет такой промежуток между стеной и рамой. И с точки зрения рендеринга, нам на самом деле даже не нужно добавлять саму проволоку подвески, потому что никогда ее не увидим в сцене. С применением даже таких очень небольших изменений, проект действительно становится только интересней. Давайте теперь возьмем приставной столик и немного повернем его таким образом для разнообразия. Теперь, если вы решаете, что нужно поставить еще одно кресло, это будет зависеть только от вас. В этом случае можно выбрать его группу кресла, дублировать клавишами Ctrl D и просто сдвинуть в сторону и повернуть. Например, так. Снова возвращаюсь к виду сверху и проверяю, что это кресло не вырезается в стену. Подвину немного. Сейчас замечаем, что не хватает лампы, которую ранее создали. И видим, что на самом деле она оказалась очень маленькой по сравнению со всеми другими объектами. Для большинства этих объектов при моделировании мы использовали пропорции размера, близкие к размерам реального мира, но в этом конкретном случае я фактически использовал просто референсное изображение и не задумывался о масштабе объекта. Сама по себе лампа правильно масштабирована и пропорциональна своими частями. Поэтому теперь нужно просто равномерно отмасштабировать ее до соответствия масштабу самой сцены. Итак, нажимаю клавишу 5 для перехода на вид спереди и сейчас просто хотим выяснить, насколько велика должна быть лампа. Я думаю, надо немного уменьшить ее до соответствия этой фасадной панели книжного шкафа. Далее перехожу к виду справа и к каркасному режиму отображения, чтобы точно поместить лампу на панель. Так будет хорошо. Теперь начинаем лучше видеть, как выглядит эта сцена и что в ней происходит. Довольно трудная часть здесь книги. Давайте перейдем сюда и поместим книги из папки моделей. Я ранее создал набор книг разных размеров и пропорций, потому что совершенно одинаковые книги на полке будут выглядеть скучно и неестественно. Как можете видеть, здесь есть много разных книг, и более коротких, и толстых, и несколько более высоких и тонких. Всего 5 типов, ранее созданных мной на основе той первоначально исходной книги, которую моделировали в одной из предыдущих глав. Так что просто помещаю такой набор книг здесь и покажу, как можно начать их быстрое дублирование. Когда дело доходит до такого рода работы, построение композиции будет довольно медленным и нужно не торопиться с этим. Можем разделить этот набор, так что возьму эти конкретные книги здесь и перемещу сюда. И давайте посмотрим на эту книгу. Я собираюсь изолировать ее от остальных, просто чтобы сосредоточиться на ней. Итак, у нас есть эта первая книга. Сдвигаю ее сюда, затем нажимаю Ctrl-D для дублирования и просто вытягиваю в сторону. Вот так. Теперь можно нажимать Shift-D сразу после первого дублирования, что фактически будет повторять эту же опцию с каждым нажатием. Сейчас можете видеть, что зашли немного слишком далеко. Удаляю этот экземпляр. Теперь, вот трюк с набором элементов. Мы не можем оставить эти книги поставленными идеально ровно и не можем оставить их идеально одинаковыми. Понятно, что хочется очень быстро использовать этот повторяющийся шаблон, но на самом деле нам нужны реалистичные детали. Так что можно выбрать и чуть-чуть выдвинуть или задвинуть некоторые из этих объектов, просто чтобы разбить скучную однородность. И другое, что можно сделать, это изменить некоторые из их форм на этом уровне. Я имею в виду, что можем войти и сделать эту книгу немного более сложной, чем книга рядом с ней. Для этого перейдем к Modeling Toolkit и выберем опцию симметрии здесь. Можем просто дублировать этот объект и все равно использовать симметрию. Так что сейчас собираюсь изменить это в топологии. Он попросит выбрать ребро середины и затем фактически предоставит эту опцию симметрии. Так что сможем захватить эти вершины с одной стороны, подтолкнуть их и теперь у нас есть немного более тонкая книга. Также можем пройти сюда, захватить верх и подтянуть книгу чуть выше. Таким образом, можно быстро пройти по этой линии книг, чтобы разнообразить их редактированием форм. Может понадобиться около 30 минут, чтобы получить весь этот книжный шкаф, заполненный разнообразными по форме книгами. Сейчас я быстро удалю все эти книги и открою ранее скрытый слой, где эта работа по расстановке книг мною уже была проделана. А на самом деле можно еще поиграть с этим, получая удовольствие от такой увлекательной работы. Вы можете видеть, что здесь есть книги, уложенные стопкой, есть книги с измененной высотой и они не все идеально выстроены в линию. Вы захотите разбить столько повторений, сколько сможете, так что в этой финальной комнате все будет выглядеть намного более естественным. Итак, все готово. Композиция, в которой присутствуют все наши модели в финальной сцене, завершена. Последнее, что захотим сделать, это установить узел сглаживания на любом из объектов, который в этом нуждается. Так, некоторые из объектов, например эти панели, на самом деле находятся в своем нужном разрешении, так что не нужно сглаживать их или подразделять. Но для столика это сделать нужно. Поэтому я собираюсь выбрать здесь отдельные объекты столика, которым понадобятся узлы сглаживания. Фактически это весь столик. И хотим аналогично пройти с этой опцией через каждую из книг, а также сделать тоже для частей лампы. Итак, выбрав нужное, иду к инструментарию моделирования и выбираю Smooth. Это добавляет одно дополнительное подразделение к топологии моделей. И захотите убедиться, что вы его получаете, когда наступит этап финального рендеринга. И сможете в любой момент выбрать все эти узлы сглаживания и настроить так, как хотите. Окей, вот мы и добрались до конца нашего путешествия по моделированию и получили все активы для финальной сцены. И честно говоря, на мой взгляд, это самая увлекательная и приятная часть работы. Мы моделировали каждый из этих объектов индивидуально в файлах сцен и надеялись, что этот проект будет в конце концов собираться вместе. А сейчас, на этой стадии компоновки, мы наконец-то увидели, как хорошо все эти объекты взаимодействуют друг с другом.